И снова мы на северном поселке. На этот раз тема сюжета оптимизация поселковой школы, а точнее учащихся третьей гимназии переводят в 42-ю среднюю школу. Родители, как всегда в подобных случаях, против. Мы жители поселка Северный обращаемся к администрации, к управлению образованием. Просим не закрывать нашу гимназию номер 3. Школа теплая, уютная, в которой учатся почти 300 учеников. Весь педагогический состав в сборе. Мы против закрытия, так как поселок еще не совсем умер и люди здесь живут. Если вы закроете всю инфраструктуру, то естественно все, ну просто людям некуда будет деваться. Они просто вынуждены будут покинуть свои дома и уехать из этого города. Для чего вкладывать деньги на развитие скверов, парков, если вы портите все, что создавалось людьми годами, и это делалось ради детей, для детей? Проработала я здесь 7 лет. При мне был директор Елена Петровна Волк. И мы с ней поменяли все батареи. Все абсолютно. Здесь система отопления новая. И у нас очень тепло. И мне очень обидно, что вот это такое здание, оно прочное, теплое. И будут посередине поселка стоять развалины. Ведь дети с той стороны двор, всегда дети там играют. Футбол во все. И как можно гимназию соединить со школой? Вот внук отучился 5 лет. Он теперь задает вопросы. Говорит, я выйду на горячую линию к Путину. К президенту. И скажу ему, как я 5 лет отучился в гимназии. Теперь какой мне аттестат дадут, если я пойду в другую школу? Я пришел в гимназию, чтобы получать углубленные знания. Заканчивает с медалью эту школу. Средняя у меня в 7 класс приходит. И приходит уже в 42 школу. Конечно, дети у меня в шоке. Младшая на подходе. Не знаю, чем это все закончится, конечно. Все это плачевно. Ссылаются на то, что у нас какие-то тут рамы плохие, гнилые. Где-то клеенку какая-то комиссия обнаружила. Все это неправда. Каждый год родители ремонтируют рамы, реставрируют, делают ремонт и приходят. Я сама лично приходила, делала детям ремонт в школе. Хотя должны выделяться деньги из бюджета нашего города. Почему-то этого не происходит. Хочется плакать просто и все. У меня кровь заканчивала эту школу, муж заканчивал эту школу. Отличная школа, теплая. Я отправляла письмо от всех родителей нашей школы Владимиру Владимировичу Путину. Мне пришел ответ, на что они как бы так все красиво расписано здесь. Да, что все замечательно и чтобы мы не беспокоились. Они ссылаются на то, что здание гимназии номер 3 построено в 1959 году. Износ конструктивных элементов здания составляет 58%. Оконные блоки изношены, не открываются, закрыты полиэтиленовой пленкой. Инженерные сети гимназии требуют замены в связи с большим числом протечек. На самом деле не видно, что где-то что-то там протекало. Путин направил мое письмо в Сыктывкар Гапликов. Гапликов отправил нашей администрации и наша администрация на ответ именно Владимиру Владимировичу. А мы тем временем попытались поговорить с директором 3 гимназии Оксаной Щукиной. Однако она отказалась вступать с нами в диалог. Со мной как с депутатом представители ТВ ГАЛО тоже планировали побеседовать, но по другому вопросу, по депутатскому. Мне позвонили и спросили, можно? И мы поговорили. Нет, лично я говорил, я вас спросил, но не хотели бы вы рассказать. Правильно, вы звонили? Да. Звонили. Почему сегодня не было звонка? Потому что вы нам не нужны были. Мы с жалобами родители. Подождите, вы по жалобе родителей. Меня как директора, вы должны были поставить в известность? Не нужны были. Не должны были. То есть вы что хотите, то и делаете, получается. В рамках закона. Хорошо. Я открою закон. Я сегодня этот закон почитаю. Почитаю от первой буквы до последней. Я займусь. Я понимаю, есть определенные. Вы снимаете? Вы записываете? Я подужала. Я подужала. Почему? Обстоятельный комментарий нам дала заместитель начальника управления образования Лариса Компанец. Ну, во-первых, необходимо подчеркнуть, ради чего все это делается. Любая организация проводится с целью повышения качества предоставляемых услуг. Мы заинтересованы, во-первых, создать более эффективный механизм управления ресурсами любой образовательной организации. Это кадровые, финансовые, материально-технические ресурсы. Вот очевидная экономическая эффективность от данной реорганизации в этом направлении, она обязательно скажется на учебном и воспитательном процессе. Примеры такие мы в городе уже имеем, потому что у нас реорганизовано определенное количество образовательных организаций. Ну, основной и главный результат – это повышение качества единого государственного экзамена. У нас уже второй год возрастает результат. У нас увеличивается количество олимпиадников, детей именно старшей школы. Затем улучшается материально-техническое обеспечение образовательного процесса, потому что все ресурсы, они концентрируются в одном образовательном учреждении. Ну и в конечном итоге мы ежегодно изучаем удовлетворенность потребителей образовательных услуг. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг ежегодно возрастает. Это и дает нам и Коми-стат такие результаты, и мы сами отслеживаем данный показатель. В доктрине российского образования есть три изумительные слова, которые должны характеризовать к 2020 году все российское образование. Это качество, доступность, эффективность. В маленькой школе достичь этого практически невозможно. Многие родители детей, учащихся в третьей гимназии, переживают за то, что в 42-й школе не поместятся все ученики, которые будут в ней учиться. На что Лариса Ивановна ответила. Общее комплектование образовательной организации, реорганизованной с 1 сентября 2018-2019 учебного года, вполне помещается в проектную мощность 42-й школы. Сейчас уже готово в 42-й школе 27 предметных кабинетов. Классов комплектов будет 25 в общем комплектовании. Поэтому все поместятся, все будут обучаться в одну смену. И никаких нарушений и ущемлений академических прав детей не предполагается. Ясно одно. Финансирование Воркуты крайне недостаточное и нестабильное. Мы здесь не живем, а выживаем. Всевозможные реорганизации и оптимизации худо-бедно, но держат нас на плаву. Поэтому нам необходимо всеми силами стараться устоять на гребне волны столь стремительного, сомнительного и неустойчивого настоящего, чтобы дожить до своего светлого будущего. На следующий день после нашей встречи родители сообщили, что в 42-й школе начали делать ремонт и пускают туда строго по паспортам. Есть надежда, что ее приведут в порядок и детям из гимназии в этой школе будет учиться комфортно. Вячеслав Ирин, Иван Волошин, Геннадий Князев, телекомпания ТНТ «Воркута». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok